всем доброе утро я сейчас собралась на работу уже оделась и сумку свою взяла и поняла что не могу найти своих ключей от машины везде искала искала не могу их не могу их в общем найти оказывается что они у меня лежат в машине то есть мы когда все вместе ездили в магазин я и ромка ромки были свои ключи от машины у меня свои просто я всегда уже автоматически беру ключи всегда собой и видать я свои сели в машину я положила видать свои ключи и вот в дверной карман а ромка был за рулем и и как было в общем и вошними ключами мы машину завели и когда видать машину уже приехали вылезли с машины я свои не взяла он взял свои ключи закрыл машину и все теперь он утром уехал на работу рано утром и он работает на бауштеле бауштеле это когда ну ремонт дороги вот на автобанах он ставит вот например автобан и три дороги можно ехать в одну сторону три такие шпуры и если вы видели что бывает две шпуры закрывает одну шпура работает и перегородка такая бетонные камни стоят вот ромка сидит на кране и ставит вот эти вот бетонные камни и у них это большая бауштеле он сегодня уехал и домой только приедет в пятницу то есть вторник всегда четверг и пятница четыре дня я теперь без машины ни на работу никуда не могу ехать вот так вот ну я уже на работу позвонила и работаю я не в своем городе 14 километров от своего города поэтому буду сидеть на этой неделе дома но я уже на работу позвонила сказала то что так и так случилось и ничего уже не изменить замену мне уже нашли у нас этим проблем вообще-то нет никогда если кто-то не может если кто-то болеет а то никогда проблем нету просто на следующий день на следующей неделе я получу побольше часов и как бы нормально нормально вот так вот так вот у меня сегодня случилось с этими ключами даже вообще я когда сяду надо на другое место что-то меня тут отсвечивает и плохо вообще я когда у меня привычка такая я домой когда захожу я ключи всегда сразу втыкиваю дверь они мы сюда в двери висят а в этот раз мы приехали с этими закупками и что-то не знаю я и вроде бы воскресенье вчера вот были и не обращала я внимание что она в двери не торчат ключи вообще не об не обратила даже на это внимание просто и сейчас вот надо было выезжать на работу а ключей нету я уже и так возле этой машины и так и крутила ее а у нас она не ключами открывается так за дверку если у тебя ключи в кармане или ты их руках держишь то ты просто прикасаешься к ручке дверной и машина сама открывается и крутила и вертела и не путь и не получается так подождите телефон звонит это сейчас родители звонили я же всех сейчас на уши подняла с этой машины с этими ключами я говорю дед а еще хотел сказать если я говорю дед или папа это один тот же человек просто когда мы были сестрой без детей он у нас был папа а когда появились у меня вот сына у сестры дети все когда автоматически стал деда теперь если мы говорим только дед 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 мы папа почти никогда теперь не говорим так что у деда спрашивала сейчас как можно на какой-нибудь может быть там способ есть как-нибудь открыть нет это ж тебе не русские жигули сейчас все по-другому со совсем ничего что-нибудь придумаем хотя дед предложил чтобы я его машину взяла и завтра поехала я завтра еще работаю и четверг я работаю и вот чтоб вот эти вот два дня я его на машине ездила потому что как я уже говорила что ромка домой придет только в четверг ну посмотрим как я выпутаюсь из этой ситуации и хотела еще наверно сейчас вам рассказать про своего котенка про пушка купили мы его в откройте нахи это 50 километров от нашего города за 350 айра мы его взяли хотя стояла цена 400 и когда я позвонила она говорит 400 это вот вместе с прививками мы вот хотим их делать а 350 это без прививок когда вы прививки делаете сами я сказала на и давайте что-то ему было два месяца он уже был приучены к туалету то есть никаких проблем с этим не было и царапать он ничего не царапает мебель он не царапает на шторы он не прыгает мы ему сразу купили такой кратсбаум он сейчас вот там на нем спит вот и вот он его постоянно царапает на нем спит ты как бы котенок очень умненький хорошенький нам с ним очень повезло это британские короткошерстный котенок и у них такая есть особенность этих котят вот это вот постоянно мокро большие выделения вот это вот это для этой породы это нормально и когда вот мы его привезли домой у нас двухэтажная квартира и он у нас упал со второго этажа он очень маленький и у нас лестнице они как лестница потом видно низ опять лестница не как сплошная лестница вот такая вот идет сплошная бетонная а вот деревянные просто полочки такие сейчас даже вам покажу вот так вот то есть вот это вот все открыто вот и он был на самом верху и упал а так он еще маленький мы всего лишь то два месяца у них еще нет такой функции чтобы вот приземляться на лапки свои это когда они уже большие котята они уже приземляются если падают это всегда только на лапке инстинкта такого еще нету в маленьком возрасте и поэтому он упал и упал лицом вниз разбил себе нос хорошо что он его не поломал он просто его разбил и он напугался он с испуга опять наверх и следы крови потому что у нас разбитый бежит кровь у него дышать он сразу перед носом перестал потому что видать это вот сгусток или появился или много крови было рот открытый язык торчит и вот он дышит дышит мы схватили его и сразу поехали к врачу врач посмотрел ничего страшного дали ему укол специальный успокоительный за это я заплатила 23 ойра я за это отдала вот и буквально через неделю мы поехали делать при при прививку ему за первую прививку я дала по моему 49 ойра в нее входили и глисты и какой то есть у кошек специальный кашель от этого кашля и бешенство там было и что-то еще там было вот это прививку мы сделали и через четыре недели мы эту прививку повторили то есть цена такая же по моему или 47 или 49 ойра я заплатила это очень мало потому что если мы бы котенка выпускали бы на улицу то цена была бы гораздо больше там уже другие прививки идет идут вот в этот вот набор так что вот получается первая прививка делаешь потом через четыре недели вторую прививку потом через год третью прививку и потом ты уже делаешь одну прививку в три года вот сейчас котенку будет скоро пять месяцев он он у нас родился 26 августа скоро ему будет пять так ну что еще а единственное что вот у него есть это вот он в одном именно месте он прыгает на стену но я его отучила как я его отучила кошки неважно сколько и месяцев сколько им лет они боятся знаете вот есть такие баночки распылители вот окна мыть или там плиту вот есть такой распылитель брызгаешь на распыливается вот они такого боятся когда вот так брызгаешь но распылили вода так брызгает и они очень этого боятся у меня такая была пустая баночка я набрала туда воды и просто поставила возле этой стенки как только он начинал на нее прыгать я брала этот распылитель и брызгала в него водой он пугался и соответственно убегал так я делала пару дней и все теперь он эту стенку обходит чуть ли не за километр то есть этого он уже не делает так что еще ну в туалет он уже был приученный он туда ходит до сих пор и будет ходить с этим у нас проблем нету игрушек мой вам совет мы когда его купили хотелось эту игрушку купить этот мячик эту мышку и него это все есть и такая палочка на которой веревочка на веревочке висит мячик и мышки у него и всякие со звуком ну вот любимая у него игрушка я даже вам сейчас я покажу мы эту игрушку сделали сам сами так она у него теперь самая любимая обыкновенный фломастер и вот эти вот штучки это подарки когда вот заворачиваешь этими можно бантики делать вот сюда приделали скотчем и он они так шибуршит так хорошо звук такой делать сейчас не буду сильно он прибежит сразу и он играется с ней лучше с чем с покупными поэтому если хотите такой сделать и очень легко ее сделать чем я своего котенка кормлю это видео мое есть она по моему называется еду в зоомагазин потому что я уже рассказывала там я уже делала про еду отдельное видео и все так больше а еще этих этих эту породу нужно расчесывать расчет очка у меня тоже есть специальная она пока у меня только для как для маленьких котят идет через год я куплю уже как и для взрослых котят потому что он сейчас давайте я вам тоже покажу опять кто-то звонил стоит баба деда сейчас секундочку так вот это вот расческа такая вот она видите с вот такими шарики на ней чтобы не так сильно шкарябать кошку для это для котят а для взрослой кошки они уже идут без вот этих вот наконечников то есть они более острые более такие жесткие расчески ну вроде бы все спит он только на этом вот штендере вот этом вот на кровать мы его не пускаем я не хочу чтобы он на кровати спал на диване да она и на диване он спит и залазит и прыгает на нем и дурачится но не более так что нам с котенком очень повезло вроде бы все что я хотела сказать про ключи я сказала про котенка сказала еще наверное я в конце этого видео поставлю вам фотографии как я росла там фотографии с маленького возраста и по сегодняшний день может быть кому-нибудь будет интересно ну все давайте пока а Субтитры сделал DimaTorzok